Всем привет! И в предыдущем выпуске я показал интересный пляж и место Коэвас Дель Мар. Ну а сегодня я покажу прилегающую деревеньку, которая в двух километрах отсюда. Деревенька городок Ноэва. Это район Янес. 17 километров до Янеса и 10 километров до другого курорта Рибадесея. Ну что ж, пойдемте туда, прямо от пляжа и по ней походим. В общем, что интересное будет, я покажу. Наш путь в Ноэву проходит вдоль небольшой реки, которую мы то и дело пересекаем. То мостиками, то она бежит рядышком. И такой вот домик. Видно, или его часть продается, может, на несколько хозяев, я не знаю. Достаточно, вон, видите, большой. Здесь хозяйство. И речка рядом. Приближаемся к Ноэве. Здесь есть отели неподалеку. Вот уже, видите, домики. Вон там. Часовинка. Если в ту сторону смотреть. И опять же, вот он мостик. И такая вот небольшая, по крайней мере, летом речка. Ну, а он на дальнем плане, видите, горы. То есть, с одной стороны море рядышком. С прекрасным пляжем. А с другой горы. Ну, вот смотрите, у кого-то во дворе прямо-таки пушка. Вот. Не знаю, что, откуда, почему. Ну, вот, пожалуйста, двор. А там пушка. Вот ресторанчик. Сейчас обеденное время. Смотрите, практически все занято. В машинах заставлено. Это уже почти Нуэва. То есть, тут несколько сот метров осталось. Мы туда сейчас и пойдем. Но в целом, я к тому говорю, что есть тут популярные места. Места отдыха. Места приема пива. Пищи. В общем, народ едет. Вот, смотрите, какой домик. С пальмой такой. Вот участок прямо при нем. Красивые-красивые места. Люблю районы. И Рибадесея, и Янес. И не только я люблю. Это главные курорты прибрежной Астурии. вот пирсик растет он грецкий орех цитрусовые читал кстати сказать одно время отсюда именно из ноевы экспортировались лимон и апельсины в британию где использовались для производства джемов то есть нет куда-то даже с юга прямо таки из ноевы но и в целом но его весьма примечательный населенный пункт было очень такое важное значение имела и при войне за независимость испании с французами вот и в общем то в целом как населенный пункт была известна еще очень и очень давно за счет удачного местоположения хороших бухт для того чтобы могли причалить корабли не знаю может еще по каким-то иным причинам ну и вот непосредственно но его мы и заходим и мы заходим в но его приблизительное население 750 человек он указана поликлиника почта дом культуры в общем все такое самое самое необходимое для жизни будет а он вилла сарео и бассейн ну как я уже сказал это такая деревня тире городок потому что здесь есть супермаркеты кафешки как я назвал какие-то социальные вот эти учреждения то есть их не встретить где допустим деревня если на 100 человек или еще что то то есть таких не будет а здесь вот пожалуйста квартирные дома и рядом и рядом с ноевой идут уже отдельные виллы вот снимаю это не только но его но я так понимаю в целом район я нес цены весьма и весьма вы видите такие существенные вот район ребят с и я нас вот эта часть она весьма дорогая плане даже под восстановление что-то то есть тут цены такие я бы сказал кусачий по сравнению с остальными ну допустим что касательно нуэвы и окрестностей когда я смотрел я всегда смотрю перед тем как еду куда-то то есть больше обратил внимание на то что представлено большее число земельных участков причем земельных участков ровненьких достаточно по крайней мере для астурии ну в целом до ровных вот и по сравнению даже с другими какими-то частями прибрежными частями астурии у весьма по весьма приемлемым приемлемым ценам так что а вот церковь поэтому да надо смотреть считать кому для чего то есть вполне возможно стройка дело явно не дешевая ну мало ли может кто-то для этих целей рассматривают тогда я думаю стоит и присмотреться потому как который под восстановление во всяком случае или под ремонт ну не знаю может быть надо конечно постоянно следить за этим и ждать пока попадется вариант ну в целом как я еще раз повторюсь район я нес а одного из основных курортов астурии понятное дело не будет являться дешевым в этом плане но зато в плане участков на мой взгляд их тут количество чуть больше чем допустим в других районах все-таки наверно он более есть больше именно таких прямых мест для участков может быть горы то есть но может быть менее гористые позволяют участки осваивать в общем как-то так а мы идем далее вот туристы очередные сидят и отель отель в таком типично астурийском стиле остановка поезда кстати сказать остановка поезда да здесь поезд который между обеда и сантандером курсирует там тоже интересный райончик сейчас подойдем уже вот туристы сидят квартирка продается здесь смотрите сегодня ярмарка оказывается сегодня у нас суббота знаете в субботу здесь ярмарка сыры колбаски он хлеб интересно интересно понятно всякие игрушки это не местные фрукты и овощи орехи разве что может местный в общем но есть как местные так и не местные но они уже собираются насколько я смотрю большая часть собирается не вон местные вот это точно будут вот рассада в общем надо надо что-то посмотреть ну а там он одежда здесь же проходит путь сантьяго и пожалуйста можно попить водички умыться здесь у нас тут настоящий момент но его живет туризмом сельским хозяйством в большей степени а вот такие дома строили строили же местные жители которые уезжали в основном южную америку в целом новый свет зарабатывали там потом возвращались и строили такие вот крупные и красивые домики как двадцать и вот ветка но она немного по моему раза четыре в день проходит здесь поезд ну как я и сказал до одного районного центра рибадесея 10 километров до другого я нес 17 но вот дети сразу пошли заниматься на площадке спортом ника пытается понять как пользоваться этим тренажером вот пожалуйста такая вот деревня где можно прийти постирать высушить 20 килограмм 3 евро 12 и 15 килограмм 12 минут 18 минут такие они астурийские деревни эти аккуратно чисто люблю люблю их вот еще один отель чик с драконами тоже в типично астурийском стиле красиво стильно но и свой такой дух свой дух астурийских деревень ну и в целом я думаю у деревень и небольших городков севера испании и сразу же вон горы ну что ж будем мы прощаться с ноевой интересный такой населенный пункт надеюсь вам тоже было интересно